Футбольный клуб Мордовия вот уже три года не играл с представителями премьер-лиги. После вылета из элиты такие возможности дает только Кубок страны, но и в этом турнире у саранской команды в последнее время дела не идут. Августовская победа над Тольяттинским Акроном позволила Мордовии привезти, наконец, в Саранск клуб из РПЛ. И не кого-нибудь, а одного из лидеров чемпионата Ростов. Однако никакого ажиотажа среди болельщиков приезд Валерия Карпина и компании не вызвал. В прохладный сентябрьский вечер на трибуна стадиона «Старт» пришли по официальной версии 1752 зрителя. В текущем сезоне большую аудиторию собирала даже игра с песчанокопской чайкой. И вряд ли причиной тому то, что Ростов не выставил на игру всех своих лидеров. Наставник ростовчан не побоялся сменить на резервистов всю линию обороны, а также оставил дома Романа Еременко и Алексея Ионова. На скамейке запасных начал матч и лучший голеодор чемпионата России прямо сейчас Элдор Шамуродов. Впрочем, и без них гости почти сразу завладели инициативой. Вот только до реальных угроз воротам Смирнова дело доходило лишь после стандартов. Мордовия в свою очередь благоразумно сделала ставку на контр-выпады, и один из них едва не принес успех, если бы Виктор Сергеев с разворота из пределов вратарской площади не промахнулся. Нули на табло, с которыми команды отправились на перерыв, были скорее в пользу хозяев, но в самом начале второй половины игры равновесие было таки нарушено. Болельщикам падение Байрамяна у лицевой линии в пределах штрафной Мордовии показалось симуляцией, но повторы показали, что Сухарев действительно наступил полузащитнику Ростова на ногу, за что и был назначен пенальти. Ну пенальти был, до сих пор нога болит, поэтому вот. После этого стало полегче, и я думаю, мы закономерно выиграли эту игру. Приговор в исполнение привел Ивелин Попов. Необязательный гол в самом начале второго тайма выбил из колеи хозяев, и уже через пять минут они пропустили второй мяч. И вновь не обошлось без невынужденной ошибки в обороне. Александр Соплинов прошил Смирнова плотным ударом с угла вратарской. Оправиться от такого двойного удара команда Марата Мустафина уже не смогла. В оставшееся время хозяевам важнее было сберечь силы и кадровый состав для следующего матча первенства ФНЛ, но при этом на гол престижа Мордовия наиграла. Вот только Фортуна решила не расходовать свои весты на уже проигранный матч и в компенсированное время подставила под удар Дениса Соболева Перекладину. Резервисты, не резервисты, они находятся в премьер-лиге, значит, они заслуженно там находятся. И они приехали доказывать перед тренерским штабом. Поэтому я получился достаточно боевой. Конечно, состояние отрицательное, отрицательный результат. Я не забил в первом тайме. Я считаю, если я забил бы, игра могла сложиться по-другому. Ну, во втором тайме, наверное, начали понаглее, начали побольше открываться за спину. Так и заработали свои пеналти. Хорик побежал за спину. Там столкновение было. Я скажу вам, что только на классе нет. Мы были достаточно заряжены. И показали свой характер. И только на классе не было. Для Ростова эта победа стала первой одержанной в Саранске. В одной восьмой финала им теперь предстоит сыграть против столичного Спартака. А Мордовии нужно срочно найти деньги на дальний выезд в Красноярск, где их уже ждет Енисей, который в кубковой игре уступил дорогу Зениту.